Библейский портал экзегет.ру представляет главу с первого стиха. Они сказали, мы из Харана. Он сказал им, знаете ли вы Лавана, сына Нахорова? Они сказали, знаем. Он еще сказал им, здравствует ли он? Они сказали, здравствует. И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. И сказал, вот дня еще много, не время собирать скот, напоите овец и пойдите пасите. Они сказали, не можем, пока не соберутся все стада. Не отвалят камни, а то есть колоятся, тогда будем мы поить овец. Иаков еще говорил с ним, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Тогда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей. То подошел Иаков, отворил камень от устья колодец, и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал. И сказал Иаков Рахиль, что он родственник отцу его, и что он сын Ревеки, а она побежала и сказала отцу своему. Вот такая трогательная встреча Иакова с Рахилью. Мы видим, что здесь происходят все эти действия снова у колодца. И мы помним, что когда-то раб был послан Авраамов, он нашел Ревеку у колодеза. Здесь опять эта история у колодеза. И отцы церкви замечают, что очень много в Священном Писании, например, встреча Христа с Самарянкой у колодеза, очень много в Священном Писании историй, связанных с колодцем, то есть с источником воды живой, которым Христос сам о себе говорит, я есть источник воды живой. Вот что по этому поводу пишет Блаженный Августин. Цитата. Они потому находили своих жен у колодцев или источников, что Христу предстояло найти свою церковь у вод крещения. Более того, когда Иаков пришел к колодцу, Рахиль сначала напоила стада, и лишь затем он поцеловал ее. Действительно, возлюбленные, пока христиане не омоются от всего злого водами крещения, они недостойны иметь мир Христов. Разве не мог благословенный Иаков поцеловать свою сестру, когда увидел ее, то есть раньше, чем та напоила скот? Конечно же мог. Но здесь совершается таинство. Церкви было необходимо благодатью крещения освободиться от всякой несправедливости и любых разногласий, и так заслужить мир с Богом. Конец цитаты. Вот такое таинство видит здесь блаженный Августин в этих действиях. Казалось бы, на первый взгляд ничего особенного. Обычная бытовая ситуация идет Ревека. Тогда было по обычаю народа израильского. Именно женщины занимались то, что они пасли мелкий сход. Скот также помогает своему отцу. И здесь мы помним, что и Ревека так действовала, и мы видим, что Рахиль также продолжает в помощи своему отцу. Здесь наверняка просматривается и пятая заповедь, почитай отца, твою и мать твою. Но мы видим, что здесь блаженный Августин видит эти таинства. Так и пишет, что и Христу предстояло найти свою церковь в вод крещения. Более того, как он продолжает, как мы с вами прочитали, когда Иаков пришел к колодицу, Рахиль сначала напоила стадо, и лишь затем он поцеловал ее. И действительно возлюбленные, пока христиане не омоются от всего злого водами крещения, они недостойны иметь мир Христов. То есть здесь указывается на первое таинство, которым человек рождается в Царстве Христово. Это таинство крещения. И мы видим здесь, что далее, как сказано, что Иаков поцеловал и возвысил голос свой и заплакал. Почему же заплакал Иаков? Казалось бы, очень странная ситуация, но возвысил голос и заплакал. Что с ним произошло, что он так полюбил ее, что аж до слез. На самом деле здесь, конечно же, была и любовь Иакова к Рахиле, но здесь еще и плач его, и печаль, они понятны. Мы помним с вами, что Иаков идет без гроша в кармане. У него нет ничего. У него есть только благословение отца. Никакого материального, то есть то, что он мог бы заплатить за Рахиль, у него нет. Поэтому он понимает, что вот она перед ним, вот он ее полюбил. Но по ветхозаветному закону необходимо было дать такое вот, выкупить, можно было сказать так даже прямо, свою жену. То есть необходимо было принести дары. Как это мы помним с вами делал раб Авраама, которого он послал, он дам и серьги дал, и на запястье, и золото. Мы помним с вами из 24 главы, как там рассказывается вся эта история сватовства. Здесь же у Иакова нет ничего. У него есть только благословение. Но, как сказано в Священном Писании у апостола Павла, что любящим Бога все содействует ко благу. Конечно, печаль. Конечно, возвысил голос. Конечно, заплакал, что вот он нищий. Ничего не может он дать этому человеку. Но здесь выражение и другой заповеди, первой заповеди Нагорной проповеди, которая так и говорит. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Он видел всю Иаков свою нищету. Он возвысил свой голос. Он заплакал. Но, тем не менее, Бог не оставляет своих на тех, которых есть миропомазание через крещение, через в таинстве крещения, которое получает каждый православный христианин. Поэтому мы с вами говорим, что мы с вами одним миром мазаны, миром благодати Святого Духа. И Иаков это знает, верит, что Бог его не оставит. И дальше мы читаем следующие стихи. «И сказал Иаков Рахиль, что он родственник. Лаван услышал о Акве, сыне и сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его, поцеловал, вел его в дом свой, и он рассказал Лавану все сие. Лаван же сказал ему, подлинно ты кость моя и плоть моя. И жил у него Иаков целый месяц. И Лаван сказала Акову, неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе? У Лавана же было две дочери. Имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красивой лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал, я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь свою. Лаван сказал, лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого, кого живи у меня. Видим, как Лаван разговаривает. В его словах чувствуются нотки пренебрежения, потому что он понимает, что Иаков, он гол, как сокол. У него нет ничего, кроме благословения. Поэтому вот эта нотка пренебрежения, она явно чувствуется в его речи. И он говорит, ну, лучше мне, конечно, отдать за тебя. Это как примерно приходят люди в гости к кому-то, говорят, ну, вы ешьте, ешьте. Я говорю, да спасибо, мне уже не хочется. Да ешьте все равно выбрасывать. Вот примерно что-то в этом роде. Но Иаков знает, кто его благословил. Иаков знает, что у него есть самое дорогое. И он не хочет быть должником. Виднее, это пренебрежение Лавана за его бедность. Он не хочет быть ему должником. И он говорит, я, в общем-то, отработаю. И тогда Лаван соглашается на эту сделку. Но заметьте, что эти условия предлагает не Лаван, а эти условия предлагает Иаков. Он хозяин своей жизни, несмотря на свою бедность и хозяин своего положения. Он знает, что если Бог захочет обогатить, обогатит. Если захочет нас сделать бедными, сделает бедными. Но во всем Иаков видит промысел Божий. И мы читаем далее. И служил, как сказано Иаков за Рахиль, семь лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Это интересный такой стих, что когда действительно человек любит, то уже для него время как бы теряет какой-то смысл. Ну, особенно вот влюбленность молодых людей. Казалось бы, так и сидели бы на скамеечке. Так и всю жизнь держались бы там рука за руку. Да, и никогда не хочется расставаться. Это такое состояние любви, которое часто утрачивается у православных христиан. И поэтому Господь, например, в книге Откровения, когда обращается к семи церквям, Он произносит это к Ефесской церкви. И сказано следующее. Ангел Ефесской церкви, 2 глава с 1 стиха. Ангел Ефесской церкви напиши. Так говорит держащая семь звезд и десница своей, ходящей посреди семи золотых светильников. Знаю твои дела и труд твои, и терпение твое, и что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они жрецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для меня много трудился и изнемогал. Но против тебя имею. Против тебя имею то, что ты оставил первую любовь твою. Мы знаем, что и в христианской жизни бывает так, что когда мы действительно любим, и когда мы только узнали о Спасителе, о Христе, о Церкви, встретились с этим удивительным миром людей Церкви, которые стремятся в Царствие Христово, которые стремятся стяжать благодать. Все у нас было. Мы летали как на крыльях. Вот она Церковь. Вот, наконец, мы нашли тех людей. Нашли Господа. И вот эта любовь, она была. А потом проходит какое-то время, и человек как-то в нем это затухает, и многие вещи, и та милость Божия, которая в сохранении его жизни сопровождает его все дни, он к этому начинает относиться как само собой разумеющееся, перестает благодарить Бога. В Церковь он уже начинает ходить, если, например, становится священнослужителем или церковнослужителем, занимается, скажем, миссионерским или категоризаторским служением, ему уже за это начинает платить зарплату, он начинает ходить как на работу, и его такое состояние становится, такое пренебрежение ко всему, что, или лучше даже сказать, не пренебрежение, а человек перестает замечать те благости, которые Господь ему посылает. Это и есть утрата первой любви. Но когда любовь настоящая, которая выражается в исполнении заповеди Божьих, Господь так и говорит, если любите меня, исполните заповеди мои, тогда человек перестает замечать время, когда исполняет заповеди Христова. Почему так? Потому что он входит в состояние вечности, а в вечности времени нет. Поэтому так и сказано об Иакове, как сказано, «И он служил за Рахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней». Почему? Потому что он любил ее. И мы читаем далее. «И сказал Иаков Лавану, «Дай мне жену твою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Мы видим, что сказано, что сделал пир. Скорее всего, это было приготовлено просто обычное кушанье. Не было в то время таких, как сегодня, там, нанимают какие-то группы, кортежи, там, устраивают целое шоу. Вот я был однажды на такой свадьбе очень богатого человека. Не в осуждении, но просто как констатация факта, что действительно происходило. Людям невозможно разговаривать друг с другом. Тут и пляски, тут и известные актеры, тут музыка. Все гремит, все кричит, все орут, скачут, пляшут. Люди стараются пообщаться, родственники собрались. Невозможно. Все происходит в таком гуле, в каком-то таком шуме, в непонятное состояние у людей. В душе все смотрят друг на друга. Барабаны не было так, как в ветхозаветные времена. Не было так в новозаветном Израиле. Вот, между прочим, свидетель Анзлатоуст призывает нас, православных христиан, не уподобляться язычникам в их свадебном таком пиршенстве. Вот как он пишет, цитата. «Видишь ли, с каким благочестием в древности совершали браки? Послушайте вы, пристрастившиеся к сатанинским забавам и с самого начала придающие позору честность брака. Были ли тогда свирели? Были ли кимвалы? Были ли пляски бесовские? Скажи мне, зачем ты тот час вводишь в дом такой срам и созываешь лицедеев и плясунов? Чтобы этой безвременной роскошью и целомудрией девицы оскорбить, и юноши сделать бесстыднее». Конец цитаты. Оставляет свою цитату святитель Анзлатоуст со знаком вопроса. «Зачем ты вводишь, — говорит, — этих лицедеев и плясунов в свою жизнь? Чтобы в начале их жизни показать, что есть благо, показать, что именно этот пир, что эта шумная пляска, эта свистопляска, лучше даже назвать, которая происходит сегодня, — это главная радость в жизни? Нет, — говорит святитель Анзлатоуст. Не было так тогда. Но все выражалось в нескольких словах. Очень скромно сказано, сделал пир. То есть сели, поели, поговорили. И далее, как мы читаем, «Вечером же взял дочь свою Лию и вел ее к нему, и вошел к ней Иаков. И дал Лаван служанку свою зельфу, а служанке дочери своей Лии. Утром оказалось, что это Лия. Иаков сказал Лавану, что это ты сделала со мною? Не за Рахиля я служил тебе. Зачем ты обманул меня? Лаван сказал, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, и потом дадим тебе и ту заслужбу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других». Иаков так и сделал, и окончил неделю этой, и Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену. Видим, что здесь произошел обман. Лаван своей хитростью, видя, что Иакова ничего нет, видя, что он всего лишь навсего отработал, он как бы, ну скажем, совершил такую, мягко говоря, подлость по отношению к Акву. Он все-таки служил ему за Рахиль, но он отдает ему Лию. А Лия была, как сказано в Писании, мы читали об этом в 16 стихе, Лия, Лаван же было две дочери, Лия была в 17 стихе слаба глазами, то есть оно было слеповато. И вот Иаков, несмотря на то, что о нем было пророчество, но тем не менее, как мы и сказали, все-таки лукавство, по которому оно было по-человечески, оно было, он восхитил первородство, несмотря на то, что Исафу да, продал, несмотря на все пророчества о том, что он знал, и Рахиль послушал голос матери своей, тем не менее хитрость здесь была. И он, мы помним, обманул кого? Он обманул своего слепого отца. Исаак не видел тогда ничего, он надел свои козлиные шкуры, которые ему предложила мать, и он обманул, в общем-то, слепого отца. Поэтому здесь оказался обманут слепой Лии. То есть чем человек согрешает, то он, в общем-то, впоследствии получает. Грех — это как некий бумеранг. Вот как человек пустит его, так он к нему и возвращается. Как есть такая пословица, чем человек грешит, тем он и воняет. Ну, действительно, можно увидеть людей, которые там много чрезмерно выпивают, понятно, чем они пахнут. Другие люди, там, блудники, тоже можно себе представить, как распространяется зловоние их греха, влияние греха, их блуда на людей, которые их окружают. И так с любым грехом и обман, и лукавство, и нежелание носить тяготы друг друга, все это так или иначе вернется к человеку. Так это здесь возвращается к Иакову. И вот он теперь, делать ему ничего не остается, как он служит, теперь уже и за Рахиль. Иаков вошел в Рахиле, как сказано. Господь узрел, что Лия была нелюбима. Действительно, понятно, что здесь такой конфликт внутренний, он пренебрегает Лии. Но Лия зачела. Господь вмешивается в ситуацию, как сказано. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробы ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачела, родила и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала, Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. И зачела опять, и родила сына, и сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон. И зачела еще, родила сына, и сказала, теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов, от сего наречено имя ему Левий, и еще зачела, родила сына, и сказала, теперь восхвалю Господа, посему нарекла имя ему Иуда, и перестала рождать. Мы с вами как-то говорили о том, что все имена в Священном Писании имеют свое значение. Например, первый сын, родившийся у Лии, получил имя Рувим. По-древнеевренски, еврейский Рувим, это значит видеть, то есть существительное, сын, буквально смотрите сын, то есть имя его означает смотрите сын. Лия, мы видим, что она нелюбима, и вот она теперь как бы говорит, вот, смотрите, у меня сын, теперь мой муж будет меня любить. Второе, то есть Рувим, это еще можно перевести как духовное зрение, духовная интуиция. Второй сын, Симеон, по-древнееврейски, Шимон, от глагола Шама, что значит слышать. Есть в еврите такой призыв к народу израильскому, который звучит так, Шмайс Руэль, Данай Лукейм, то есть слушай, Израиль, Господь Бог твой жив. И вот Симеон слышать, он символизирует собой духовный слух. На данной ступени человек точно знает, что Бог слышит его, это как раз то состояние, которое мы с вами говорили ранее, когда был Исаак оторван от груди матери своей, и он сделал большой пир, то есть состояние способности слышать Бога. Третий сын, имя Левий, как мы с вами прочитали, имя означает прилепляться, присоединяться. Это имя символизирует в собой близость и прилепление духа человеческого к духу Божьему. И вот четвертый сын Иуда переводится как хвалящий Господа, то есть хвала, прославление Творца, это духовное восхождение, в котором человек постоянно восхваляет и благодарит Бога. Имена, как мы видим, имеют свое значение. Мы видим, что Лия, она, в общем-то, не виновата в этой ситуации, она оказалась заложницей, но она выполнила послушание своего отца и за это Господь, как мы прочитали, Господь узрел, что Лия была нелюбима, отверз утробы ее, и Рахиль, а Рахиль была неплодна. Господь вмешивается в эту ситуацию и своим промыслом она рождает вот таких сыновей с такими удивительными именами, которые указывают на то, что Лия рождала Иакову, не мстя ему, не называя их какими-то другими именами, не очень приглядными, а это и есть в Священном Писании, но называла ему такими именами, назвала своих детей, как мы прочитали, то есть Рувим, это буквально переводится, как видеть, то есть видящий Господа или, смотрите, сын, второй сын, это Симеон, слышать, то есть слышащий, духовно слушающий Бога, третий, прилепившийся к Богу, и четвертый, Иуда, всегда восхваляющий Бога Творца. Будем помнить, братья и сестры, о том, что если мы когда-то и бываем в состоянии таких заложников, как говорят, в какой-то ситуации, но исполняем заповедь Бога, то Господь никогда не оставляет нас промыслом своим, и все, как сказано в Священном Писании, любящим Бога, все всегда содействует ко благу. Храни Христос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok